вот такая идиллия друзья открывается взору когда вы попадаете на томас фогорте винодельню так запарковались мы и посмотрите тут кувшинки такой болот как бы тиной заросший там кувшинки так вот вот так нынче на винодельных то люди отдыхают а до холма то еще дойти надо а тут такие винограднички смотрите что творится а вон там в дымке кремниевая долина открывается вон там дымки красиво здесь такой трогательный грузовичок ford вы сможете какая симпатия на таком только вино хорошие развозить что алекс мы сюда да 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 галина мы тут ждем на совсем попросили собираются наши сотрудники ничего себе пришли закусить выпить так так значит не уверен что здесь люди гуляют как там анна леонидовна так так да вот мы пришли в дегустационную стоят пацаны там у них бутылочки все это разливается вот тут с восемьдесят первого года 1900 не подумайте плохого девятьсот восемьдесят первого года вот у них тут такие товары холодильник на винодельня друзья расположена в удивительном по красоте месте и я вот сейчас попытаюсь вам показать ну что смогу помимо вот этой пикниковой части где мы расположились у них есть так называемые ивент такие мероприятия когда люди снимают помещение с обслуживанием это может быть свадьба например там юбилей какой-то вот мы сейчас движемся так потихонечку такого месту где это все происходит вот смотрите какой домик очаровательный там можно заказывать какие-то мероприятия так вот мы тут краешку подходим показать вам красоту вот такая красота практически в том же помещении только мы немножко так насквозь через него прошли вот может тут сидеть и отмечать смотри как неплохо отмечается в таком месте вот я уже внутри тут столы естественно без скатерти столы так не выглядит хорошо как со скатерти а тут у них даже и стратка такая смотри сейчас мы на нее заберемся из этой самой эстрадки здесь прям металл значит меня прям даже страх какой-то знать обуял вот смотрим я сожалею что у меня панорамности может быть так не хватает чтобы сразу все увидеть глазами больше видно вот так сейчас я попробую вот здесь на такую верхнюю палубу прорваться я спросил разрешение мне не то что я так тут хулиганю можно ли поснимать но они как бы с большим радушием отнеслись вот смотрите как прикольненько да а сам я стою на таком балкончике сейчас вы его увидите я стараюсь медленно двигаться вот значит тут комната в которой мероприятие да тут вот о неплохо очень неплохо а есть еще внешняя часть вот тут так пошли на внешнюю часть а здесь я не пройду мы продолжаем осмотр достопримечательностей похоже на бочки с вином какие-то доисторические так тут русалки русалки ну наши наши тут с собой надо русалок друзья надо брать с собой если вы на парте какой-то а вот что они так эти студии поставили как будто здесь венчание какое-то сейчас будет даже я не знаю перед ними да мы пошли погулять немножко закусили и пошли погулять я как бы теперь же в качестве гида провожу народ по этим местам очаровательным тут друзья какая-то доисторическая бочка видимо для давления вина то есть это явно такой пресс так что внизу-то у нас ну да вот это вот деревянная крышка она должна туда вниз идти под действием пресса наверное так я гляжу на Анну и вспоминаю Пушкина на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн Анна вы полны дум да я имел в виду как актриса вы же двигаете как актриса а не как работник этого учреждения а на самом деле друзья все прозаично все прозаично вот это просто мусорник друзья в виде бочки видите как таблички здесь делают так вот из металла вырезают буковки девчонки выпили и гуляют гудят вот мы идем по ступенькам друзья там было написано что здесь conference room conference room ну дверь красивая Настя попробуйте эту дверь открыть там что-то будет за дверью нет не открывается но закрыто хороший conference я думаю тут можно важные вопросы обсуждать да вот так тем более если стол не пустой допустим а как то ну разнообразили стол закусками какими-нибудь вот плюс русалки так ну что же вот жалко тут они такими шторками окна перекрыли знаете хочется заглянуть что же там внутри понимаете друзья а там внутри шторки вот пожалуйста так идем дальше так ну что же все для конференций а тут даже такие помещения слушайте вот тут помещение тут можно что я не знаю это похоже на шкаф платяной это скорее всего как туалет ну в общем вы знаете что здесь еще и прохладно там работает кондиционер там просто очень хорошо это часть значит конференций понимаем тут можно просто так посидеть вообще без всякой конференции если так настроение есть да обычно в таких местах не подают еду а подают вино а если нужна еда то заказывают кейтеринг так тут двери другие закрыты и вот собственно все вот мы пришли к концу этой веранды так ну что же идем обратно вот друзья если вы давно не были на сафари приезжайте в кремниевую долину отправляйтесь на какую-нибудь винодельню забирайтесь вот в этот автомобиль Пинсгауэр честно говоря даже не знаю где такие делают Пинсгауэр вообще тут явно какой-то немецкий такой орел но точно не скажу да а какой смотрите красавчик то сафарийный автомобиль сейчас мы глянем что у него внутри так просто из любопытства тенечек сейчас вот в тенечке смотрим так можно посадить сколько-то народу тут не знаю мы он он Субтитры подогнал «Симон»